В конце прошлой лекции мы немножко поговорили про то, какие бывают булевые функции от одной или двух переменных. То есть вообще булевая функция, это функция, которая получает n нулей или единицы и возвращает 0 или единицу. Вот. Соответственно, если n фиксировано, то получается, что всего 2 в степени n получается функций. Вот. И, значит, в прошлый раз мы познакомились с 16 функциями от двух переменных. Да, там на самом деле было две функции от нуля переменных, то есть константы. Ещё две функции от одной переменной, фактически от одной. Да, именно тождественное и отрицание. Но если всего 2 переменных, то они в 4 превращаются, потому что, может быть, от первой и от второй переменной. И ещё 10 было разных функций уже логических, да, там конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Импликация в ту и другую сторону, это как бы 5 базовых функций, и ещё отрицание каждой из них. Да, значит, там было отрицание эквиваленции, это XOR, да, или исключительно ИЛЯ, отрицание конъюнкции штрих-Шеффера, отрицание дизъюнкции стрелка-Пирса, и два отрицания импликации, которые как-то никак не называются. Вот. Если 3 переменных, то это уже будет 256 функций, и это уже как-то трудно обозримо. Да, вот, если ещё n больше, то это ещё быстрее растёт. Вот. Но есть ряд функций, которые такие важные, и я их давайте отмечу. Да, ну, во-первых, конъюнкции и дизъюнкции могут, в принципе, быть от любого числа переменных. Да, то есть конъюнкции и дизъюнкции, да, значит, могут быть от любого числа переменных. Вот, на самом деле, XOR тоже может быть от любого числа переменных. Да, XOR тоже. И это имеет специальное название функция чётности. Вот. Или parity. Хотя, возможно, правильнее было бы назвать функцией нечётности, да, потому что если мы XOR им много нулей единиц, то есть там чётное число единиц, то получится 0, да, а если нечётно, то получится 1. Вот. Вот. Есть ещё важная функция majority. Да, значит, особенно её удобно определять для нечётного числа переменных. Да, тогда это, ну, например, от 3. Да, от 3, если 2 или 3 единицы, то это единица, если 2 или 3 нуля, то это 0. Вот. Для нечётного числа переменных тоже аналогично. Если больше половины единиц, то единица, если меньше половины единиц, то 0. Это то же самое, что больше половины нулей. Вот. Если чётное число аргументов, то там надо как-то договориться, что будет, если поровну нулей единиц. Это можно делать разными способами. Да. А вот если у нас этот ароматурин, то в миноле будет, да? Ну, конечно, будет, да. Да, это, ну, минорити – это будет отрицание majority. Вот. Есть, на самом деле, ещё более общий класс функций, так называемые пороговые функции. Значит, пороговые функции. Значит, они даже могут быть с весами. Да, то есть, например, ну, самое простое – это без весов. Да, это порог. Значит, от NK, тут, соответственно, там P1 и так далее. PN, это будет равно единице, если сумма, обычная, не по-моему, 2, а обычная сумма, то есть просто количество единиц среди P1 и так далее, PN, будет больше либо равно, чем K. Ну, и там 0 иначе. Вот. А в принципе, может быть, ещё и взвешенные пороговые функции, когда вот сюда ещё какие-то веса прибавляются. Вот. И вот это вот функции довольно важные. С одной стороны, они позволяют моделировать разные ситуации голосования. Да, то есть бывает простой голосование, когда по большинству там из двух вариантов. А бывает, какой-то более сложный, когда там нужно квалифицированное большинство или наоборот, там, в общем, какой-то порог превысить. Вот. И это всё изучает теория общественного выбора. И там можно много чего про это сказать. Вот. Но есть и ещё одно важное использование. Именно такого рода элементы используются в разных нейросетях. Да, и в принципе, они моделируют работу нервных клеток. Да, вот нервная клетка, она как бы собирает разные импульсы от своих нервных окончаний. И дальше, если на много нервных окончаний пришёл импульс, она его дальше проталкивает. Вот. Это означает как раз вот это вот. Персептрон ещё есть такое слово. Это, ну, более-менее, это вот эта штука и называется персептрон, или там с какими-то вариациями. Персептрон, слово perception, то есть восприятие, это как раз связано вот с нейросюжетными разными. Ну, и как раз те нейронные сети, которые в компьютерах, они вот примерно так и работают. Да, всякие... Всякое там глубокое обучение заключается в том, что мы делаем много слоёв вот таких вот элементов и подбираем, как их правильно друг с другом соединить. Да, то есть подбираем, что вот эту вот единичку, потом ещё на вход следующему такому же элементу отправить и подбираем, как их там соединить друг с другом, чтобы результат был в каком-то смысле похож на то, что нам хочется. Вот. Вот это вот в самых общих чертах, как работают современные нейронные сети в компьютерах. Вот. Соответственно, там, ну, иногда пытаются как-то сделать вид, что это там каким-то образом моделирует прям процессы в мозгу, но это вот не очень понятно, насколько это хорошо моделирует. Да, всё-таки на самом деле нервные клетки в мозгу могут гораздо сложнее, чем вот эти элементы из компьютерных сетей. Вот. И там вполне может количество приходить в качество. Ну, и, видимо, переходит. Вот. Ну, в общем, вот эти вот базовые булевые функции, они вполне могут быть важны прямо для разных модных сюжетов. В принципе, есть целый раздел математики под названием «Анализ булевых функций». Да, вот когда у вас там 2-3 аргумента, то можно как-то вот посмотреть на функцию в целом и там что-то при нём говорить. А если там, не знаю, есть аргументов, то, ну, а это ещё как-то можно, да. Если там ещё больше аргументов, то там уже нужны какие-то макрохарактеристики. Вот. Ну, и вот анализ булевых функций как раз занимается тем, что говорит, как можно на булевую функцию посмотреть, без того, чтобы смотреть целиком на все её значения, да, а как-то вот на макроуровне, что про неё нужно смотреть, чтобы про неё что-нибудь понять, грубо говоря, так. Вот. Хорошо. Значит, но у нас всё-таки тема – это не анализ булевых функций, а мат-логика. И нас булевая функция интересует постольку, поскольку они позволяют комбинировать разные высказывания между собой и, соответственно, каким-то образом их записывать. И получается, что у нас вот есть два сюжета параллельных. Значит, вот есть пропозициональные формулы и есть булевые функции. И на самом деле они друг с другом тесно связаны. И вот сегодня я хотел бы поговорить про то, в чём эта связь выражается. Так, ну первое. Первое, что пропозициональная формула задаёт булевую функцию. Ну, это, в принципе, может показаться очевидным, но я тут сейчас некоторые занудные определения разведу. Цель его не то, чтобы вы поняли, как формулы задаёт функции, я думаю, вы это и так понимаете, а чтобы вы поняли, как такие определения строятся. Да, то есть, если вот это что-то привычное, то в целом мы и так знаем, как это читать и как это толковать. Но если это какая-то новая область, или там какая-то другая логика, то там нужно всё это очень аккуратно рассказывать, да, и объяснять. И сейчас вот на простом материале будет такой пример построения. Так, я думаю, что всё-таки вот это окно нараспашку надо немножко прикрыть. Так, а там всё равно, да? Такой-то прям сильный сквозняк получается. Так, хорошо. В общем, действительно, да, в общем, это может сказать, что это какое-то бессмысленное переливание с пустого в порожнее. Но на самом деле, суть того, что я сейчас расскажу, это показать, как строится определение такого типа. Вот, так вот, хорошо. Значит, смотрите. Ну, во-первых, число аргументов булевой функции. Будем считать, что либо просто совпадает с числом переменных, либо может быть шире, то есть там какие-то переменные на самом деле ни на что не влияют, но как бы есть. То есть, либо оно просто восстанавливается просто из формулы, все переменные, которые в ней есть, либо каким-то образом просто сказано, от каких переменных зависит функция. В общем, набор аргументов функции набор аргументов функции это в точности все переменные формулы. Знаете, для простоты прямо вот так напишем. Да, конечно, в принципе, может быть, у меня функции там только x, y, z, а я считаю, что она еще и от t зависит, но просто так константно зависит. Понятно, да, можно что-нибудь добавить, если захотите. Так, теперь дальше введем обозначения. Значит, пусть, да, ну пусть это переменные, мы их как-нибудь обозначим, пусть это будут там p1 и так далее, pm. Да, переименуем их, чтобы они вот так вот были. Значит, p1 и так далее, pm. Так. Значит, дальше. Дальше происходит следующее. Мы будем определять, да, значит, будем считать, что вот а... Начинаем еще. Значит, как вектор а, да, значит, а1 и так далее, аn. Да, это просто элемент вот этого булево-куба. Тут вот как бы надо чувствовать различие, да, что вот как бы вот эти вот, п, п и т, это символ. Значит, п и т, это символ, а а и т, это булево-значение. Да, хотя внешне они никак не отличаются, да, тут буква п, а тут буква а, но имеется в виду существенно разные вещи, да, что п и т, это вот символ, элемент алфавита, из которого построены формулы, а а и т, это прямо вот либо ноль, либо единица. Да, то есть можно сказать, что п и т, это символ, который обозначает символ, а а и т, это символ, который обозначает число. Вот, хорошо. И теперь можно определять, так. Да, что ж такое-то? Да, вот так вот, φ в коротых скобках от x значит, это будет значение, ой, не от x, не от x, а как раз вот от этого а. Это значение формулы φ, значит, значение формулы φ на наборе значений на наборе значений а. Да. Да, 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 это именно, что вместо п и т поставили а и т, как бы вместо символов значения посчитали значение выражения. Да, то есть это, в принципе, то, что мы все понимаем. Но теперь я хочу дать формальное определение этой штуке. Предположим, что мы не понимаем, как бы мы могли это, ну, не знаю, как мы это можем в компьютер загнать, да, как компьютеру объяснить, как считать значение выражения. Да, значит, его надо сначала научить делать синтаксический разбор, а потом постепенно учитывать значения. Вот, и условия тут будут такими. Но смотрите, если фи это просто переменная, да, то есть пи т, значит, пи т от вектора а это просто аи т. Да, то есть мы компьютеру говорим, что если ты уже дошел до отдельной переменной, то просто возьми ее значение из массива, и это будет ответ. Что я буду использовать? Линейность. Нет, значит, фи это препозитациональная формула, да, то есть она построена из переменных путем применения, вот у нас была теорема об однозначности разбора булевой формулы, да, препозитационной формулы, и там были правила построения, что сначала есть переменные, а потом, если уже есть какая-то формула, то можно приделать отрицание, а если есть две формулы, то можно их соединить логической операции, да, конъюнкции, дизъюнкции или импликации. Вот, соответственно, значит, мы предполагаем, что вот компьютер, который считает значение формулы, он делает рекурсивно, он научился разбирать синтаксически, и, соответственно, по форме понимает, к какому правилу она построена, и поскольку у нас есть теорема об однозначности разбора, то он вот может этот однозначно разбор найти. И базовый случай, когда это переменная, тогда нужно просто взять значение из массива. Вот, а дальше есть производные случаи, да, когда, например, формула получена как отрицание какой-то другой формулы, да, что φ это, например, отрицание ψ. Вот, но тогда тут вот тоже это может показаться вообще какой-то бессмыслицей, да, значит, я специально еще пишу по-другому, да, значит, neg от, соответственно, значения ψ на а. Вот, вот что имеется в виду, это такая конструкция, что если формула начинает с отрицания, то нужно это отрицание убрать, рекурсивно посчитать значение того, что получилось, и к тому, что получилось, применить функцию отрицания, которую мы там взяли из библиотеки. Вот, то есть, как бы, если это так читать, то получается, что, чтобы посчитать отрицание, нужно взять отрицание. Но вообще-то компьютеру нужно сказать ровно это, да, что если ты встретил значок отрицания и хочешь посчитать то, что получилось, то нужно этот значок отбросить, у того, что осталось рекурсивно посчитать значение, и, соответственно, потом то, что получилось, перевернуть. Вот, хорошо. Ну и дальше аналогично получается для остальных операций, бинарных. Да, если тут, например, φ и ξ от А. Да, обратите внимание, на две пары скобок, да, тут квадратные скобки отвечают за то, что это значение формулы, да, округлые, потому что они в формуле должны были быть. Тут, соответственно, будет как бы функция логическая, там, end, да, вот, соответственно, значение ψ на А и значение ξ на А. Ну и, соответственно, тут, может быть, или, или влечет, а тут будет or или там implies. Вот, и вот так вот рекурсивно ну, фактически можно считать, что это вот определение значков, да, что вот именно значок вот такой вот мы интерпретируем как функцию логическое и. Да, и так далее. Вот, ну вот, значит, я надеюсь, что я вас убедил, что это вот все не просто так и не просто какое-то останутство, а так и должно быть. Да. Ага. Ага. Нет, более функции более функции нет, но они все-таки должны отображать були в куб там в 0, в 0, в 1. А мы пока это и не делаем. Мы, 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 нет, а это будет тут же, тут же в две стороны, пока это в одну сторону. Да, 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 конечно, это пока, пока в одну сторону. Вот, ну, соответственно, возможно, это все считается очевидным, но это очевидно только потому, что это привычно. Да, если для какой-то цели мы придумали какой-то свой язык, то тогда там надо прямо говорить, что означают, какие значки, да, зачем они нужны и так далее. Вот, хорошо. Так, ну а теперь в другую сторону. Значит, в другую сторону, как по функции, значит, любую булевую функцию, булевую функцию можно выразить можно выразить можно выразить пропорциональной пропозициональной формулой. ну, в общем, есть разные способы. да, надо сказать, то, что вы говорите, это на самом деле хорошая идея. ну, я в том, что тут функция может быть от любого числа, да, от любого числа переменных. А вообще есть действительно несколько канонических способов, да, есть несколько канонических способов выразить любую булевую функцию вот этими вот операциями, да, и в принципе даже там они все и не нужны. Да, достаточно на самом деле только отрицания какой-то еще одной операции. Или вообще можно взять только штрих Шеффера, да, или стрелку пирса и через них все выразить. Вот, ну, вот про это мы поговорим немножко позже. А пока что давайте значит, один из способов рассмотрим. Значит, один из способов это конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Значит, один из способов, да, это КНФ и ДНФ. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Так, значит, что это такое? Ну, тут есть такая цепочка определений. Да, вот есть понятие литерал. Литерал это переменная сейчас я до этого дойду. Значит, литерал это переменная или отрицание переменной. Да, то есть, скажем, там П, отрицание, П, К, отрицание, К и так далее. Это все литералы. Так, значит, дальше следующее понятие дизъюнкт дизъюнкт это дизъюнкция литералов. дизъюнкция литералов. Да, то есть, например, может быть, скажем, П или не Ку или не Р. Да, это вот пример дизъюнкта. Дальше бывает, наоборот, конъюнкт. Да, конъюнкт. Да, например, отрицание П и Р и отрицание С. Да, это вот такой конъюнкт. Да, ну я даже не написал, но, в общем, это аналогично. Конъюнкция литералов. Наверное, все-таки надо написать. Значит, конъюнкция литералов. И дальше как раз KNF и DNF появляются. Да, значит, KNF это конъюнктивная нормальная форма. И это уже получается конъюнкция дизъюнктов. Значит, это конъюнкция дизъюнктов. Так, и это получается, ну, например, там, П или, да, дизъюнк, конечно, могут быть разной длины. Например, П или не Ку и там не П или Р или С. И, скажем, там П или не Ку или не Р или С. Да, вот, например, вот такая формула, это KNF. Ну, и еще есть DNF симметрично. Да, значит, DNF получается аналогично. Значит, DNF аналогично. Как бы все конъюнкции и дизъюнкции заменяются на противоположные. Так вот, теорема, что любая булево-функция любая булево-функция может быть представлена как KNF и как DNF. Соответственно, нам тут даже импликация не нужна для KNF и для DNF. Достаточно только конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Так, ну, давайте покажу на примере, как это делается. Ну, и там будет понятно, что это в общем виде работает. так, сейчас нарисуем какую-нибудь таблицу истинности. Так, значит, тут будет PQR. да, тут таблицу истинности удобно сверху вниз заполнять, вот так вот. Да, получается 4 0 4 единицы, 2 0 2 единицы, чередусь и 0 1 0 1 и так далее. И получается как раз в каждой строчке все возможные наборы. Так, и вот пусть F значит, F получилось каким-то. Но посмотрим какую-нибудь довольно произвольно. да, например, вот такая вот. 3 единицы на 5 нулей. И дальше, смотрите, построим сначала DNF. Значит, смотрите, чтобы строить DNF, нужно смотреть на строчки с единицами. И делать следующее. Значит, DNF нам нужны конъюнкты. И вот для этой строчки с единицей будет такой конъюнкт. Не P и не Q и R. И получится, что вот этот вот конъюнкт верен только вот в этой строчке. Да, только тут сразу и не P, то есть и P равно 0, и Q равно 0, и R равно 1. Значит, вот этот конъюнкт верен только в этой строчке, а всех остальных равен 0. Ну и аналогично по всем остальным строчкам с единицами. Тут будет не P и Q и не R. И тут будет, соответственно, P и не Q, и не R. да, кстати, это получилась функция, которая верна единице, если ровно одна единица среди аргументов. Да, это такая однозначность. Вот. Ну, соответственно, теперь мы возьмем дизъюнкцию. То, что будет получаться? но получается, что смотрите, как бы каждая вот эта формула, да, каждый конъюнкт дает единицу в одной строчке, где он стоит, и 0 во всех остальных. А если мы берем дизъюнкции после этого, то получается как раз, что в каждой строчке, где эта формула есть, она получается единица, ну, а у всех остальных будут так нулей останутся. И получается, что ровно та функция, которая нам нужна. Нет, тут именно так. Тут все именно так, что смотрите, вот 0, 0, 1, да, 0, 0, 1. Нам даст здесь не 0 будет 1, здесь не 0 будет 1, здесь 1, и конъюнкция будет всего 1. А во всех остальных что-то из этого будет нулем, и конъюнкция будет нулем. Вот. И так с каждой строчкой потом, когда мы берем дизъюнкцию, то как раз каждая единица остается, а то, где нет такого выражения, остается нулем. Вот. И это общий метод для DNF. Да, для DNF только есть одно исключение. Одно исключение, когда тут единиц вообще нету, и функция тождественной 0. Вот. Но тождественной 0 можно взять, не знаю, просто как P и отрицание P. И это будет DNF на самом деле. Так, ну ладно. Да, сейчас перерыв. Да, я припишу, что вот это вот DNF так делается. А после перерыва поговорим про KNF, где как раз немножко похитрее нужно. Так, ну вот, значит, DNF построили. давайте теперь про KNF поговорим. Значит, с KNF дело немножко хитрее. Нужно смотреть не на единицы, а наоборот на нули. Но еще эти скобки несколько сложнее будут строиться. Значит, а именно вот как раз для всех нулей это очень удобно посмотреть. для всех нулей должно быть наоборот P или Q или R. Да, тут как раз где был для DNF, где был ноль, мы отрицание добавляли, а для KNF, где был ноль, мы берем саму переменную. Почему мы так делаем? Ну, потому что смотрите, вот это вот P или Q или R будет равно нулю вот здесь вот. да, вот на этой строчке она будет равна нулю, а на всех остальных она будет равна единице. И потом это же KNF мы берем конъюнкцию, с чем мы бы конъюнкцию не брали, уже заведомо вот здесь вот будет ноль. Но пока еще вот здесь все единицы, а нам нужно еще несколько нулей сделать. Ну и для каждой строчки с нулем мы строим аналогичную скобку. Да, значит, вот тут вот ноль, значит, тут будет, соответственно, P, или не Q, или не R. Да, соответственно, если ноль, один, один сюда поставить, то тут будет три нуля и будет ноль, а во всех остальных строчках будет единица. Да, значит, дальше, ну и аналогично, да, значит, здесь будет не, да, значит, не P или Q или не R, значит, здесь будет не P или не Q или R, и в конце будет не P или не Q или не R. И, соответственно, дальше надо взять конъюнкцию этого всего. вот такой способ годится для любой функции, который не отождественной единицы, но отождественной единицы можно как закон исключенного третьего, например, P или не P. Вот. А все очень удобно, что на самом деле, если у вас одна скобка, а вот такая вот одна скобка, то она будет сразу и KNF и DNF. Да, она будет как бы DNF вот из одного конъюнкта, а с другой стороны она будет KNF, потому что это будет конъюнкция, да, значит, конъюнкция, соответственно, дизюнктов из одного литерала. Вот. Поэтому одна скобка что такая, что такая будет сразу и KNF и DNF. Вот. Значит, вообще то, что вот здесь вот получается, называется совершенное DNF, совершенное KNF, да, совершенство означает, что здесь каждая переменная встречается ровно один раз в каждой скобке. Вот. Но вот на самом деле, если бы тут было DNF из одних нулей или KNF из одних единиц, то совершенной DNF и KNF не получилось бы, да, нужно было бы вот так вот с переменной ее отрицанием выпутываться. Вот. Для тех остальных можно совершенно вот по такой процедуре построить, но дальше, в принципе, их можно сокращать. Да, потому что, например, вот это вот, да, вот не P или не Q или R и не P или не Q или не R на самом деле будет просто эквивалентно не P или не Q. Да, потому что, смотрите, ну, понятно, что если вот это вот верно, то тогда, чтобы мы еще не добавили, это будет верно, да, будет и то, и другое. Нет. Вот. И наоборот, если верно и то, и другое, то вот из R и не R кто-то из них будет нулем. И, например, если R равно нулю, то вот эти вот должны быть верны. А если вот это равно нулю, то вот эти должны быть верны, но это одно и то же. Значит, вот это не P или не Q будет в любом случае верно. Ну, и вот так вот можно сократить. Значит, в данном случае ну, можно как-то сгруппировать по-другому, да, можно вот это вот сгруппировать там, наоборот, вот с этим, да, или вот с этим, но после этого уже никак сокращать дальше не получится. Но, в принципе, эта задача такая непростая, да, потому что может быть так, что в зависимости от порядка сокращения, ну, будет просто результат разный. Да, например, давайте вот такой вот пример. да, смотрите, вот так вот, P или Q или R, и P или Q или не R, и P или не Q или не R, и не P или не Q или не R. Да, вот такая вот формула. и можно, смотрите, можно ее взять и сократить, как бы вот эту вот часть. Да, вот здесь повторяется P и отрицание R, а Q вот разное. Да, получается P или отрицание R. и после этого уже ничего ни с чем нельзя сократить. И это вот будет довольно длинная, да, длинная формула тут будет. Будет 3 скобки, да, 8 литералов суммарно. Вот, но можно сделать лучшее. Можно вот так вот не делать, а альтернативно, значит, альтернативно сделать вот так вот. Сначала взять и сократить вот эти вот, и получится P или Q. А потом взять и сократить вот эти вот, и получится не Q или не R. Ну и дальше тут уж ничего не сократить, но в результате будет формула в два раза короче, да, из 4 литералов вместо 8. Вот, и в целом это сложная задача, да, то есть это в принципе задача такой архивации информации. Ну вот, и останется как бы вот здесь, да. Ну это же разные литералы. Я говорю про литералы. Ну как бы про вхождение, да, тут будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А здесь будет раз, два, три, четыре. Нет, в первом, сейчас, что вы хотите? Нет, подождите, смотрите, чтобы у нас можно было сокращать, нужно, чтобы всё кроме одного совпадало, а в одном отличалось. А если там много отличий, то это уже никак сократить нельзя. Поэтому здесь вот это вот как бы как раз, ну вот тут я специально сделал, что первый от второго отличается в одно, второй от третьего, третьего от четвёртого. Вот, а первый от четвёртого совсем всюду отличается, да, и никак сократить нельзя. И вот получается, что когда мы второе с третьим сокращаем, да, ну так на глаза попалось, да, сократили второе с третьим, то после этого, то, что получилось, уже ни с чем нельзя сократить. А вот если первый со вторым, а третий с четвёртым, то будет гораздо эффективнее. Вот, в общем, оказывается, что вот такая вот задача сокращения там ДНФ или КНФ, это в принципе задача сложная, и вполне может быть так, что удачный выбор правильного способа, да, очень многое экономит, да, и будет гораздо эффективнее. Вот. Да, ну а на ВНП, но, кажется, как раз такая задача, про которую еще 50 лет назад Левин хотел доказать, что она НП полная, и из-за этого задержал публикацию своей статьи. Но у него не получилось доказать, и с тех пор тоже ни у кого не получилось. Вот. Но и решать тоже никто не научился. Вот. Так. Ну ладно, да, значит, вот это вот КНФ и ДНФ. Какие-нибудь вопросы? А может, это и есть у СДНФ? Значит, СДНФ или СКНФ означает, что в каждой скобке встречаются все литералы по одному разу. Да-да-да, то, что мы написали до сокращения, это как раз и СКНФ, да, или СДНФ. Ну ладно, теперь давайте я немножко поговорю про то, какие бывают формулы. знаете, вот здесь вот. Какие бывают формулы? Ну, бывают вообще-то некоторые классификации, да, по тому, какие функции они задают. Ну, вот, например, бывает тавтология. Значит, тавтология это тождественные истинные формулы. То есть, какие бы параметры ни подставить, будет истина, да, будет единица. тавтологии очень важны для логики, да, потому что самые важные тавтологии могут называть законами логики. Да, сейчас мы чуть позже немножко про них поговорим. Вот, и вообще вторая тема исчислений и высказываний будет как раз нацелена именно вот на изучение тавтологии, да, вывод их и так далее. Вот, есть, наоборот, противоречия. Противоречия это тождественно-ложные формулы. Да, давайте я какие-нибудь примеры буду писать. Ну, не знаю, какая-нибудь простая тавтология, что там а влечет а. Значит, противоречия, ну, например, а и отрицание а. Вот, это противоречия, это, можно сказать, конкретно, да, в contradiction, да, противоречия с большой буквы, да, это вот, что какое-то утверждение одновременно истинно и ложно, да, так быть не может. вот, а еще бывают выполнимые формулы. Значит, выполнимые формулы. но это означает непротиворечия, да, то есть где-то может быть, может быть истина. Значит, может быть истина, но это уже не то, что какие-то прям такие законы. значит, ну, например, если мы попросим, например, чтобы выполнялось P или Q, и Q или R, и не P, да, например, вот если мы это попросим, то это может выполняться, например, если P равно нулю, а Q равно единице. а R чему угодно, то вот это вот будет выполняться. Ну, конечно, да, да, тофтология выполнима, но не любая выполнимая это тофтология. Вот, ну и наоборот, бывают опровержимые формулы, опровержимые формулы, это те, которые могут быть ложными. ну, в принципе, та же самая формула будет и опровержимой тоже. Вот, ну, то есть опровержимые, в общем, есть формулы, которые не тофтологии, не противоречия, они одновременно выполнимы, опровержимы, а к выполнимому добавляется тофтология, а к опровержимому противоречия. Подождите, сейчас, неопровержимое, это означает тофтология, неопровержимое, это тофтология, а просто выполнимо и опровержимо, но не тофтология, не... А, ну, вообще автоматически, если одновременно выполнимо и опровержимо, то это то же самое, что не тофтология и не противоречия. Ну ладно, поговорим про некоторые тофтологии. Значит, тофтологии. Ну, некоторые... Вон там я уже одну написал, она называется «Закон тождества». «Закон тождества», да, что из А следует А. Ну, очевидно, да, из истины следует истина, из лжи следует ложь. Вообще, любое утверждение следует само из себя. Вот, значит, дальше есть закон, закон непротиворечия, но это вот отрицание того противоречия, которое я написал, отрицание того, что А, и отрицание А. Значит, так не бывает. О, дальше бывает закон Деморгана, например. Ну, есть там всякие такие алгебраические свойства, коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, конъюнкция, дизюнкция. Это, в общем, не очень интересно, это мы пропустим. Да, вот закон Деморган, это немножко интереснее. Да, тут есть некоторая логическая суть. Ну, там тоже есть, что неважно, в каком порядке брать конъюнкцию. это, в общем, да, там дистрибутивность какой-то смысл имеет. Да, все равно не буду сюда выписывать. Вот, закон Деморгана важны, да, смотрите, отрицание конъюнкции А и Б равносильно дизюнкции отрицаний и, соответственно, отрицание дизюнкции равносильно конъюнкции отрицаний. Да, то есть, чтобы доказать, что неверны одновременно два утверждения, можно доказать, что отдельно первое ложно или доказать, что второе ложно. Ну, и наоборот, если вы одно из этого доказали, то значит, конъюнкции ложно. Ну, и наоборот, не может быть верна дизюнкция, да, то есть, неверна одной из двух А и Б тогда и только тогда, когда сразу ложны оба, да, когда ложны и то, и другое. Вот, значит, это закон Деморгана. Так, что еще бывает? Ну, например, бывает закон контрпозиции. очень важный логический закон. Значит, закон контрпозиции. что то, что из А следует Б равносильно тому, что из не Б следует не А. С этим законом связано два таких анекдота. Значит, один анекдот. Да, во-первых, почему он верен? Ну, смотрите, пусть и за следует Б, а мы при этом видим, что Б ложно. Да, но тогда А тоже ложно, потому что, если бы была А истина, то мы бы наблюдали Б, а мы наблюдаем наоборот, отрицание Б, значит, А не может быть истинным. Ну, и наоборот тоже. Вот, в общем, это закон контрпозиции. Значит, первый анекдот из книжки Верещакина-Шиня про наблюдение за птицами. Значит, смотрите, допустим, у нас есть гипотеза, например, те вороны черные, да, но вот в Москве как раз вороны обычно не черные, а вот скажем, в Сибири обычно вороны черные. Вот, ну, допустим, мы хотим проверить гипотезу, что все вороны черные. Но, чтобы ее проверять, нужно как-то куда-то там идти на улицу, в лес, искать там ворон, смотреть, какого они цвета, как-то муторно. Вот, но смотрите, что нам говорит контрпозиция, что можно вместо этого проверять другую гипотезу, а именно, что все не черные предметы это не вороны. Да, что все вороны черные, то же самое, что все не черные предметы это не вороны. Вот, и, а вот в этой гипотезе гораздо больше возможностей для проверки, да, конкретно там книжке было написано, что вот там этот начинающий орнитолог вместо того, чтобы идти в лес и искать там ворон, идет на кухню и достает из шкафа оранжевый апельсин и видит, что это не черный предмет, оранжевый, и он не ворона. Вот, и вот это уже подтверждение гипотезы какое-то. Вот, но, понятно, да, конечно, если это прям все предметы проверить, не черные, то это будет подтверждением гипотезы, это еще сложнее, чем всех ворон найти. Вот, а понятно, что отдельные наблюдения, они, в общем, не очень понятно, насколько вселяют уверенность. Вот, но, в принципе, если почему-то вселяют, то можно вот так вот делать. Вот, значит, это первый анекдот, а второй анекдот связан с моим собственным опытом. Значит, я был в школе, решал какие-то задачки, и там даже какой-то матбой был, что ли, или просто дискуссия у доски, и что-то я так утверждал, что там решение неправильно, особенно, оно было правильно, использовал как раз вот этот вот закон. Вот, а я хотел поспорить с этим законом, и поспорить я с ним хотел следующим образом. Мне пришла в голову фраза «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». И я к этой фразе применил контрпозицию, и получил результат «Кто пьет шампанское, тот рискует». И результат мне не понравился, и после этого, соответственно, я вот на этом основании пытался спорить с этим законом. но, конечно, ничего не получилось. И проблема тут, как всегда, в таких случаях в формализации фразы, потому что, если полностью ее формализовывать, то что означает эта фраза? Что кто сейчас не рискует, тот потом не будет пить шампанского. Тогда что такое контрпозиция? Что кто сейчас пьет шампанское, тот раньше как бы ради этого рискнул. И вот это уже нормально кажется, да, это действительно нормальная контрпозиция. Да, что тут как бы есть некоторые темпоральные измерения по времени, и контрпозицию к нему тоже надо применять. Вот, да, сюда такая вот история. Так, что еще бывает? Бывает закон двойного отрицания, который тоже у нас уже упоминался. Значит, закон двойного отрицания. Да, значит, что А равносильно двойному отрицанию А. Да, что? А верно то же самое, что неверно, что не А. Это знаете, вот у Тургенева есть там ода русскому языку, и там в конце что-то такое написано, что-то невозможно поверить, чтобы такой язык не был дан великому народу, что-то вот такое, как раз двойным отрицанием. Я точно не помню, это как раз то, что про великий и могучий русский язык, там такой стихи в прозе у Тургенева. А в конце такое двойное отрицание. Нет, еще есть анекдот, что двойное отрицание дает утверждение, да, не может быть так, что двойное утверждение дает отрицание. А в ответ раздается ну да, конечно. Вот, еще есть закон исключенного третьего, очень прям важный закон, значит, закон исключенного третьего, да, что А или не А. Значит, что за исключенное третье, да, что либо А верно, либо А ложно, а третьего не может быть варианта, да, что А верно или не А верно. И вот вокруг этого закона сто лет назад разгорались баталии в математическом мире, да, то есть, вот он был как раз всерьез поставлен под сомнение, и был такое течение интуиционизм, которое говорил, примерно, следующее, но все-таки, если вы утверждаете, что вот что-то из этого верно, то вы все-таки должны точно знать, это А верно или не А верно. Вот, а вот просто так, если вы ничего этого не знаете, то вы и вот это утверждать не можете. и на базе как бы отказа от закона исключенного третьего была создана целая отдельная интуиционистская логика, ну и они пытались вообще всю математику сделать интуиционистской, но в этом они не очень преуспели, а вот логика осталась, ну и там просто интерпретация построена не на таблицах истинности, а на некоторых других вещах, и там довольно стройная хорошая теория получается, которая вот некоторая альтернатива классической логике, и там действительно закона исключенного третьего нету. Давайте я покажу, как это прямо в доказательствах применяется. Есть такая теорема, теорема, что существуют такие x, y, что x иррациональное число, y иррациональное число, а x в степени y рациональное число. Вот такая теорема. Кто не знает, как доказывать? Да, это про корень из 2. Да, 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 про корень из 2. Хорошо. Хорошо, значит, давайте действительно расскажу это рассуждение о корень из 2 в степени корень из 2. Ну, я думаю, все вы знаете, что корень из 2 это иррациональное число, и, соответственно, вот про корень из 2 в степени корень из 2 есть два варианта. Может вдруг так получиться, что это рациональное число, тогда все подходит, тогда получается, что x равно корень из 2 и y равно корень из 2, и, соответственно, x в степени крик рациональное получилось. А может быть, что это иррациональное число, и тогда нужно взять x как раз корень из 2 в степени корень из 2, а y равно корень из 2. И тогда будет получаться по правилам обращения со степенями, это будет корень из 2 в степени корень из 2 на корень из 2, то есть корень из 2 в квадрате, то есть 2. И это, конечно, рациональное число. И получается, что в этом случае есть x и y, что в этом случае есть x и y, и вы даже точно знаете, чему равно y, но непонятно, чему равно x. И вот интуиционисты такое доказательство отвергали, значит, они говорят, что вообще, если вы доказываете, что что-то существует, вы должны прямо уметь предъявлять вот этот объект, а вот такие неконструктивные доказательства – это не то. Это вот там Герман Вейн такой писал, что неконструктивные доказательства – это как будто вам вместо сокровища дали там карту острого сокровищ, где его искать. Да, а сказали, что дали сокровища. Ну вот, в общем, и там шли длительные дискуссии, да, вот можно такие доказательства принимать, нельзя принимать. Вот, но потом, на самом деле, появилась теория вычислимости, которая более-менее как раз все конструктивные доказательства покрывала, и как-то вот все-таки завоевали вот такие неконструктивные доказательства, место под солнцем. Да, в общем, решили, что… Да, конечно, мы все любим конструктивные доказательства, когда прям построили там красивую конструкцию. Но можно и вот так вот. Но, кстати, потом доказали, что второе. Второй вариант имеет место, но это, конечно, уже сложная теория чисел. Но, в общем, сейчас уже знают, что верно, на самом деле, второе. Вот. Вот, в общем, вот это вот такой мир логических законов, и мы будем очень подробно с ним работать, да, и, соответственно, выводить эти законы, да, у нас будут аксиомы, но на самом деле из этого списка только раз последний в список аксиом войдет, а другие будут, в общем, иначе выстроены. Так, ну, у меня еще пять минут есть, так что давайте я некоторый анонс сделаю, да, с чего мы начнем следующую лекцию. Значит, на следующей лекции мы будем говорить про многочлены Же Галкина. Значит, смотрите, у нас есть конъюнкция, которая себя, в принципе, ведет точно так же, как умножение. Да, 1 умножить на 1 – это 1, да, 1 на 0, 0 на 1 и 0 на 0 – это 0. И с И точно так же. Да, то есть конъюнкция ведет себя как умножение, а еще есть сложение по модулю 2, да, оно же исключающее дизюнкция, да, или там строгая дизюнкция, или ксор. Вот, а дальше, как только у вас есть сложение и умножение, сразу же возникают и многочлены. Значит, сложение и умножение сразу нам дают многочлены. Ну, от многих переменных. Но здесь из-за специфики булевых значений возникают некоторые особенности. Значит, одна особенность, одна особенность, что любое значение в квадрате равно само себе. Да, и 0 в квадрате равно 0, и 1 в квадрате равно 1. И поэтому нам не нужны высшие степени. Да, то есть любая степень больше единицы, можно, любую степень больше единицы, можно просто сократить, и останется отдельно x. Вот, и еще есть вторая особенность по сложению, да, что если мы паксорим любой элемент сам с собой, то будет просто 0. Да, и 0 плюс 0 это 0, и 1 плюс 1 это 0. А это значит, что нам еще и коэффициенты не нужны, кроме нулей и единиц. Вот, и вот эти вот законы нам позволяют определить более простым образом. Значит, тут есть одночлены. Одночлены – это произведения различных переменных. Конечно, у нас многочлены от многих переменных будут, да, а со мной это неинтересно. произведения различных переменных. Но в том числе будет одночлен единица. Значит, единица – это произведение нуля переменных. Значит, единица – это произведение нуля переменных. Ну, а как обычно, если мы некоторую операцию с нулем переменных делаем, то получается нейтральный элемент. Ну, а многочлены – это будут суммы различных одночленов. Значит, многочлены – это суммы различных одночленов. Ну, и давайте для разных хороших функций напишем многочлены, и на этом на сегодня завершим. Значит, что такое отрицание? Да, p плюс 1. В принципе, вообще на натуральных числах, или на действительных числах, 0 в 1, 1 в 0 переходят в функцию 1 минус x. 1 минус 0 – это 1, а 1 минус 1 – это 0. Но поскольку у нас по модулю 2 все, то минус и плюс – это все одно и то же. Поэтому отрицание p – это просто p плюс 1. Так, значит, дальше. Ну, конъюнкция у нас уже есть, можно ее просто продублировать. Значит, p конъюнкция q – это p на q. А вот дизъюнкция. Как дизъюнкцию выразить? Можно сказать, что p плюс q плюс p. Да, опять же, если у нас это обычное число, то можно сказать, что p плюс q минус pq. Это что-то типа формулы включения и исключений, которые у вас будет еще, но многие знают. А тут будет p плюс q плюс pq, потому что плюс и минус – это одно и то же. Так, ну давайте еще, вот, хорошая есть эта эквиваленция. Да, p эквивалентно q – это на самом деле p плюс q плюс 1. Да, если они одинаковые, то они сократятся, а останется один. Если они разные, то тут будет один и будет ноль. Вот, ну и импликация. Ладно, я, наверное, просто напишу ответ. Значит, будет ответ. Так, вроде вот так вот. Давайте проверим pq плюс p плюс 1. Значит, если 2 нуля… Вообще, если p равно нулю, то это обнулиться будет единица. Если 2 единицы, то тут будет 3 единицы и будет единица. А вот если 1 – 0, то вот это будет 0, 1 – 1 – это будет 0. Да, значит, вот это импликация. Все, следующую лекцию начнем с того, что докажем, что любую функцию можно выразить однозначно.